Фэнтези-эпос Warcraft Фильм основан на первой части Warcraft Но завязка сюжета проста и понятна даже тем, кто не играл в нее Мир орков умирает Чтобы спастись, они должны переселиться в мир людей Гул'дан открывает портал и воины Орды вторгаются на человеческие земли Наш мир умирает Возвращаться некуда Единственный шанс уцелеть Сделать эти земли своим домом Это могла быть простая история войны добра со злом Но сценаристы закрутили все хитрее Тут будут и предательства, и внутренние конфликты И пара неожиданных, хоть и не всегда логичных, сюжетных поворотов Вожди орков Дуротан и Оргрим сомневаются в правоте Гул'дана Люди подозревают, что среди них есть изменник А между двух лагерей мечется женщина-полуорг Гарона И все это в первом фильме не закончится Финал явно намекает, что создатели рассчитывают на сиквел Они звери, их всех следует уничтожить Не сомневаешься? Много лет фанаты Варкрафт мечтали, что экранизация будет сделана в духе роликов заставок из игр И похоже режиссер Дункан Джонс один из таких фанатов Мир Азерота воссоздан с помощью графики очень детально и красочно Но при этом он очень явно компьютерный Пейзажи и антураж нельзя назвать некрасивыми Но трудно поверить в их достоверность Впрочем, настоящим Варкрафтом фильм делает не графика Атмосфера мира передается с помощью множества отсылок То Мурлок мелькнет в реке, то Голем в магической башне Есть даже фирменное превращение противника в овцу А у старых геймеров, убивавших ночи за Варкрафтом 3, должны растаять сердца на этих словах Моя жизнь принадлежит Орде Именно Орки самые яркие герои этого фильма Они получились не тупыми злодеями, а благородными варварами У них есть серьезные причины для войны и свой кодекс чести Который приходится учитывать даже коварному Гулдану Да и выглядят они даже реалистичнее, чем Нави из Аватара Видно, что основной бюджет ушел не на пейзажи, а именно на Орков И даже актерская игра лучше именно у Орков Которых изобразили с помощью захвата движения Трудно не полюбить благородного Дуротана и мудрого Громилу Оргрима Даже фанатик Чернорук вызывает уважение своей честностью Болеть хочется именно за Орду Не потому, что она права, а потому, что она намного круче Я Дуротан Вождь клана Северного Волга И я пришел Спасти наши народы А вот люди получились чужими на празднике компьютерной графики Живые актеры слабо сочетаются с нарисованным миром Да и персонажи у них куда более скучные Нарочито добрые король Лейн и его жена Волшебники Кадгар и Медив Все они совсем не так харизматичны, как Орки Лучше прочих смотрится Трэвис Фиммел В роли рыцаря Андуина Лотара Он прекрасен, когда шутит и подкалывает товарищей Но трагические сцены ему не удаются Наверное, трудно играть эмоции, когда перед тобой только зеленый экран Пожалуй, Варкрафт был бы лучше в виде мультфильма Совсем без живых людей Тогда его недостатки исчезли бы и остались одни достоинства Детальный и узнаваемый мир Пафос мужского эпоса о долгие чести И, конечно, Орки И все же, почему на этот вполне достойный фильм взъелись критики? Некоторые их претензии обоснованы Например, к актерской игре или не очень удачной концовке Но другие понять очень трудно Например, что в фильме недостаточно юмора Но ведь это Варкрафт Суровое боевое фэнтези К тому же юмор в фильме есть А кто-то из критиков просто не понял сюжет Видимо, потому что не разбирается во вселенной Да, героев первых двух игр уже мало, кто помнит Сейчас все лучше знают Артаса, Иллидана и Тралла Которые, кстати, в фильме появляются, но пока что как младенец Но Дуротан и Лотар тоже важные для вселенной персонажи А если Варкрафт удачно выступит в прокате, культовых героев мы можем увидеть в сиквелах Твоя смерть принесет мне много чести Словом, недостатки у фильма все-таки есть, но плюсов у него гораздо больше Да, это не новый Властелин колец, но это настоящая экранизация Варкрафта Передающая и сюжет, и дух игры Сходите на Варкрафт, мы уверены, вам понравится Это фильм, снятый не для критиков, а для любителей игр и фэнтези Для нас с вами Ему не удаются Наверное, трудно играть эмоции, когда перед тобой только зеленый экран Пожалуй, Варкрафт был бы лучше в виде мультфильма Совсем без живых людей Тогда его недостатки исчезли бы и остались одни достоинства Детальный и узнаваемый мир Пафос мужского эпоса о долгие чести И, конечно, орки И все же, почему на этот вполне достойный фильм взъелись критики? Некоторые их претензии обоснованы Например, к актерской игре или не очень удачной концовке Но другие понять очень трудно Например, что в фильме недостаточно юмора Но ведь это Варкрафт, суровое боевое фэнтези К тому же юмор в фильме есть А кто-то из критиков просто не понял сюжет Видимо, потому что не разбирается во вселенной Да, героев первых двух игр уже мало кто помнит Сейчас все лучше знают Артаса, Иллидана и Трала Который, кстати, в фильме появляется, но пока что как младенец Единственный шанс уцелеть Сделать эти земли своим домом Это могла быть простая история войны добра со злом Но сценаристы закрутили все хитрее Тут будут и предательства, и внутренние конфликты И пара неожиданных, хоть и не всегда логичных, сюжетных поворотов Вожди орков Дуротан и Оргрим сомневаются в правоте Гул'дана Люди подозревают, что среди них есть изменник А между двух лагерей мечется женщина-пулуорг Гарона И все это в первом фильме не закончится Финал явно намекает, что создатели рассчитывают на сиквел Они звери, их всех следует уничтожить Не сомневаешься? Много лет фанаты Варкрафт мечтали, что экранизация будет сделана в духе роликов заставок из игр И, похоже, режиссер Дункан Джонс один из таких фанатов Мир Азерота воссоздан с помощью графики очень детально и красочно Но при этом он очень явно компьютерный Пейзажи и антураж нельзя назвать некрасивыми, но трудно поверить в их достоверность Впрочем, настоящим Варкрафтом фильм делает не графика Атмосфера мира передается с помощью множества отсылок То Мурлок мелькнет в реке, то Голем в магической башне Есть даже фирменное превращение противника в овцу А у старых геймеров, убивавших ночи за Варкрафтом 3, должны растаять сердца на этих словах Моя жизнь принадлежит Орде Именно Орки самые яркие герои этого фильма Они получились не тупыми злодеями, а благородными варварами У них есть серьезные причины для войны и свой кодекс чести Который приходится учитывать даже коварному Гулдану Да и выглядят они даже реалистичнее, чем Нави из Аватара Видно, что основной бюджет ушел не на пейзажи, а именно на Орка Фэнтези эпос Варкрафт был для нас самым ожидаемым фильмом 2016 года Но незадолго до премьеры появились отзывы западных критиков, разгромивших фильм Спешим успокоить вас, они не правы Варкрафт это зрелищный блокбастер и достойная экранизация игры Да, он не лишен отдельных недостатков, но их есть за что простить Фильм основан на первой части Варкрафт Но завязка сюжета проста и понятна даже тем, кто не играл в нее Мир орков умирает Чтобы спастись, они должны переселиться в мир людей Гулдан открывает портал и воины Орды вторгаются на человеческие земли Даже актерская игра лучше именно у орков, которых изобразили с помощью захвата движения Трудно не полюбить благородного Дуротана и мудрого Громилу Оргрима Даже фанатик Чернорук вызывает уважение своей честностью Болеть хочется именно за Орду, не потому что она права, а потому что она намного круче Я Дуротан, вождь клана Северного Волка И я пришел Спасти наши народы А вот люди получились чужими на празднике компьютерной графики Живые актеры слабо сочетаются с нарисованным миром Да и персонажи у них куда более скучные Нарочито добрая король Лейн и его жена Волшебники Кадгар и Медив Все они совсем не так харизматичны, как Орки Лучше прочих смотрится Трэвис Фиммел В роли рыцаря Андуина Лотара Он прекрасен, когда шутит и подкалывает товарищей Но трагические сцены...